добрый день любители гибридных автомобилей работе вот такой вот ветеран одиннадцатый prius принципе знакомя с ним давно менял у него пару элементов на батареи батареи кстати стоит еще родная в общем-то состояние у него неплохое хозяин любит свою машинку из проблем у него были это топливный насос он оставал как бы за его владение мое знакомство с ним это лет 7 проблемы которые были с этой машинкой сейчас же хозяина стала беспокоить что пропуски зажигания на холодную то есть постоит машинка и трясет и в общем то был автосервисах мыли форсунки для форсунки страны конечно логика в автосервисов поиска неисправности фильтр воздушный грязнуть и пригрызнуть дроссельная заслонка была грязная почистил и в общем-то сумку все завожу не стучит не стучит нормально не уже людьми нет мне должно быть все так просто а когда дроссельную заслонку снимал трогал шланги эти подогрева снимал там не было вообще антифриза как бы долевая антифриз постоял маленько заводится стучит ну и жалобы хозяина что куда-то уходит антифриз защита стоит снизу визуально потеков не увидел и достал вот камеру брал давным-давно это еще первые тридцатки были когда 2012 год когда в 30-х пирюсов то с прокладка гбц было вот тогда поехал купил что-то там за рубль что такое вот камеру в ноутбуках вот она мне пригодилась как бы мне это эндоскопия двигателями не занимаюсь как бы особо не это нужно необходимо не сталкивается вот смотрите я опускаю в четвертый цилиндр вот так вот выглядит поршень четвертом цилиндре ну а теперь для примера соседний соседний поршень была антифризом то есть прокладка гбц пробитая антифриз идет в камеры сгорания ну вот и все полез уже ему давление мерить падает ли нет после того как глушишь двигатель по свечам в общем то тоже сказать они как-то с одного боку отмытая перед камера вот я скручу свечи здесь светленькая там темнее и тут тоже самое как-то она не фокусирует вот этот рабочий четвертый цилиндр здесь по изолятору электрода вроде бы все в порядке все равно видели наглядно что в четвертом цилиндре есть эта камера сгорания покрыта лаковыми отложениями от масла а эти вымытые поршня то есть вот такая вот простая камера стоимость там что-то полторы тысячи можно поставить диагноз диагностика проделана хозяину скажу пусть едет или к мотористам или меняет двигатель в свою очередь оставил и на 10 и на 11 плюс а 20 двигателя в общем то сейчас думаю пусть решает может быть и прокладку гбц поменять вот такой вот старичок 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 хороший ну и делать же ведь и кто-то должен машины-то колоссальные то бишь имею в гараже такую вот такую камеру и успешно как она выглядит вполне достаточно поставить диагноз не обязательно там что-то еще высматриваем более глубже и подробнее в этих камерах сгорания и дает как только таких проблем в общем то нету двигателя ходят довольно таки долго и счастливо спасибо за внимание может кому и пригодится это пропуски зажигания на холодную то есть постоит машинка запуск ее трясет в нашем данном случае это прокладка гбц ну или покажет уже дефектовка что там может быть ну и напоследок хотелось бы сказать о своей любви к этим одиннадцатым Prius машинки очень колоссальные правда время берет свое на той неделе была у него машина идентичная у него руль крутился в левую сторону с некоторым усилием вправо легко то есть полез я мог калибровать рулевую рейку и калибровка не происходил не проходила посмотрел по датчику момента было большое напряжение тут мне конечно подсказал Санька Гордеев я повешал проволоку на проволоку повешивал головки ловил напряжение с минимальным разбегом на датчике момента и потом произвел калибровку то есть вот такие вот еще нюансы есть с годами у электрореек ну а в принципе машинка в принципе очень колоссальная и вот эта привзятость там где-то на форумах этих владельцев новых приусов там что старье или автосервисов это люди несчастные люди которые там недооценивают записав его старье они даже головой своей не могут понять что можно имея одиннадцатый приус быть абсолютно счастливым человеком самодостаточным и также получать удовольствие от влажнения и ивановая приусовская надежность то что он не тянет денег это довольно таки качественный инструмент вот такой вот у нас ветеран поэтому давайте не будем списывать будем следить за одиннадцатыми машинами дарить им новой жизни спасибо за внимание